Всем хай мои антинорочки, с вами Анти Ванис Минк. Сегодня я буду играть в очередную хоррор игрушку, которая называется Александра Майнд Месс. Я уже не помню точное название, но эту игру очень легко можно найти в плеймаркете. Начнём. Ой. Да, почему бы не начать с рекламы, естественно ж. Без рекламы никуда прям. Видео без рекламы прям не видео. Читать. Нажми на экран. А, привет, как дела? Давай знакомиться. Наверное, сейчас думаю, что за дебил тебе пишет. Ну да, я слышала, что сейчас к девушкам нужен особый подход. А, типа я в роли девушки, это какой-то дебил мне пишет, наверное. Стандартные методы знакомства уже не действуют. Ну я же не такой, не какой-то там пикапёр, обычный парень. Пикапер? А, пикапер. Всё, вы так говорите. Кто всё? А, все. Не всё, а все. Пикаперы. Нет, нет, я не такой. Я тебя знаю. Я тебя знаю, мы знакомы. Нет, я же говорю. Давай это исправим. Хм, даже не знаю. А, на кой хер эти улыбочки? Не, ну а чё тут такого-то? Это же просто переписка. Откуда у тебя мой номер? Это, блин, типичная переписка у меня с тем, кто случайно нашёл мой номер ватсапе. Господи. Ой. Ой, я тебя умоляю. На самом деле, это не так. Ты же есть во всех соцсетях, и в каждой у тебя не по одной тысяче людей. Слушай, чувак, как ты узнал, я не понял. Твой номер может сказать достояние общественности? Что? А, а как тебя зовут? Чего увлекаешься? Саша. О, моё любимое имя. Я работаю в агентстве праздников. Вообще нет, моё любимое имя это... Это Деннис, потому что это очень похоже на Веннис. Вау, как интересно. А какие праздники вы устраиваете? Свадьбы, дни рождения? Не, у нас всё более оригинально и необычно. Потом расскажу. Прикольно, мне нравятся необычные люди. Так, это судьба, я необычный. Зовут Саша, давай встретимся. Ты точно пикапер? Нет, я нормальный. Ну так что, встречаться будем? Нет, даже не знаю, сразу так. Я тебя не знаю совсем. Вдруг, когда узнаю, мне не захочется с тобой встречаться. Господи, как интересно это всё читать. Куда ты денешься? Да действительно, в смысле? В прямом. Шутишь, типа? С первой не смешной шуткой тебя. А, с первой не смешной шуткой тебя. Мне, кстати, нравится парень ещё с своим юмором, но имею в виду. Господи, а мне такие парни не нравятся. Мне лично нравятся друзья с чувством юмором. Ладно, как скажешь. Шутки кончились. Они вроде и не начинались. А чем ты увлекаешься? Ну, свободное от праздников время. Иди в гостиную, подойди к окну. Что? Зачем это? Просто подойди. А, там сюрприз, наверное, какой-то. О, вот это уже интересно, знаешь. То, что ты работаешь в агентстве праздников. Надо было готовить, говорить после сюрприза. А то уже не сюрприз. Ты в гостиной? Да, стою у окна. Видишь, те два дерева были в соседнем доме. Ага, уже листочки первых появились. Люблю весну. Весна, пора любви. Видишь, что под ним? Ну, лежит что-то, мешок какой-то или мусор. И там человек. Что? В этом мешке мёртвый человек. Ты прикалываешься? Расчленённый человек. Фу, блин, вообще не смешно. А мне смешно. Уй. Это вот этим вы занимаетесь в своём агентстве? Да, ты следующая. Поверила? Ну ты даёшь, это же шутка. Конечно, это просто мусор. Нет у меня никакого трупа. Идиот. Да действительно. Да ладно тебе? Ну прикольно же. Ничего прикольного нет. У тебя сколько лет? Видишь, что я как школьник. Ещё и мархает, блин. Откуда ты знаешь про эти деревья и мешок? Ты живёшь где-то рядом? Или ты специально ходил ко мне во двор? Слушай, кто ты такой? Я тебя знаю. Возможно. Мишка, а ты что ли? Я же тебе сказала, отстань от меня. Между нами ничего не может быть. Нет, это не Мишка. Это Саша. Как твоя любимая Ива? Ясно. Всё, не пиши мне больше. Кто бы ты ни был. Почему? Я тебя наскучил? Но мы ведь ещё не начали веселиться. Праздник ещё не начался. Ой, да какой праздник я не понимаю. Отстань от меня, не пиши больше. Вот это прямо я. Это прямо мой характер. Иначе я всё скажу своему парню. Нет у тебя никакого парня? Откуда ты знаешь? С чего ты взял? Мишка сказал. Кстати, это он в мешке. Мишка в мешке. Прикольно, да? Ха-ха-ха-ха-ха. Руджёт, падла. Это была одна из причин, почему я выбрал именно его. Мишка в мешке? Ну чё ты молчишь? Да шучу я. Не поэтому. Он просто постоянно тёрся возле твоего подъезда. Что? Его удобнее было всего прирезать? Ты что, ненормальный? Я сказала, отстань, это нифига не смешно. Господи, мол, с тобой это... Как интересно читать, господи. Если захотите, что-то подобное могу, кстати, прочитать. А думаешь, ему было смешно? Мы же разнили его всем классом. Блин, Мишка в мешок. Ты дебил. Выпинали его портфель, облили зелёнкой новую куртку. Да блин, ты... Я не знаю, я бы этого гондона прикончил бы сразу. Да, он был толстый. Да, он бегал медленнее всех. Но это же не пояс был такими жестокими. Что? Да откуда ты знаешь? Я его не трогала. Ты была с ним беспощадна. Он признался тебе в любви, а ты подняла его на смех. Рассказал о всей школе. Господи, я сейчас тут весь Ютуб на смех, наверное, подниму или опозорюсь. Слежу и читаю такую дичь. После этого спокойная жизнь Мишки закончилась. Покуси с миром, Мишка. Я тут ни при чём. Он сам виноват. Дурак. Конечно, сам. Был Мишка в мешок, а стал Мишка в мешке. Да ты запарил, блин, хватит. Забавно, правда? Да ни хера не смешно, блин. Ещё одно слово, я позвоню в полицию. Вот правильно. Давай, звони. Знаешь, чем был прирезан Мишка? Твоим кухонным ножом. Ты какого хера у меня на кухне делал, я не понял. Отпечатки на нём тоже твои? Ты что, дурак? Я не понял. Вот сейчас бы я ему такое написал. Получается, это ты его убила. Чё ты плетёшь? Не веришь? Иди на кухню, посмотри. Длинная металлическая ручка для мяса. А, длинная с металлической ручкой для мяса. Чего там нет? Идёшь? Ну что, нашла? Что это всё значит? Ты прикалываешься надо мной, да? Что такое? Ножечки нигде нет? Вот гандон, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот незадача. Я, кстати, очень классно умею озвучивать. Я не понимаю, как я угадываю интонацию, но... Кстати, хочешь ещё кое-что покажу? И дивану. Смотри в ведро с бельём. Видишь? Это ведь твои вещи? Да. Вот моя блузка и джинсы тоже мои. Откуда на них кровь? Это Мишкина кровь. Ты не помнишь? Слышь, ты запарил уже, блин, со своим Мишкой. Я... Сашка, Пашка, блин, в жопе какашка. Это единственный риф, который мне пришло в голову. Ты не помнишь? Что? Мишкина? Нет, нет. Убийца. Хватит. Что за приколы? Он меня бы реально уже достал. Кто ты такой? Это ты убила его? Нет, ну ты посмотри на него, его заклинило. Нет, 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 нет. Замолчи. Как тебя зовут, кстати? Ты ведь так и не сказала? Отстань, отставь меня в покое. Саша ведь так? Ведь это твоё имя. Ты ещё фоткалась перед тем, как его убить. Селфи с ножом перед расшумением Мишани. Ми-ми-ми-ми. А кто же тогда я? Меня вообще не существует, Саша. Это всё ты. Ты сходишь с дома. Ведь это ты любила его, а он тебя отверг. И обсмеял на всю школу. И он совсем не толстый, он парень-красавец. Подрабатывает аниматом в агентстве праздников. Да что это за агентство праздников такое херово, не понял. А вот тебе и надо последить. А вот тебе надо бы последить за тобой. Сашка Мешок. Вспомнила? Да. А теперь я схожу с ума. Что вообще такое? Ну ничего, к тебе уже едет полиция. То есть ко мне. То есть к нам. В смысле к нам? Ты о чём говоришь, ты? Они нашли тело и ножек с нашими отпечатками. Почему сейчас? Мы ведь так любили весну. Что вообще происходит? Я не понял. Весна наиболее опасное время для нас. Кто ты такой? Я не понял. Что это за кретин пишет? Для кого? Для нас. Для психических больных. Да ладно. Плюс один к отряду безумцев. Кто-то стучит в дверь, слышишь? Это за нами. Иди открывай. Господи, я же пересрался. Реально звонок там был. Ой, там кто-то стучит. Блин, ну интересно. Мне лично уже интересно стало. Ой, мне нравится. Я буду продолжать. Так. А, это я так понял. Да-да-да-да. Ой, ладно. Сейчас рекламу получу. Так, короче. Считаем вторую часть. И на этом можно, считай, заканчивать. Эй, ты здесь? Ответь, пожалуйста. Ты мне сейчас очень нужен. Я знаю, что сейчас лето, и тебе, наверное, тяжело, но... Пожалуйста. Здесь происходит нечто ужасное. Мне нужна твоя помощь. Я не смогу справиться одна. Не смогу без тебя. Ответь! Тише, тише. Надо было по-другому озвучить. Ответь! Ладно. Тише, тише. Ура, ты здесь. Я уже испугалась, что ты меня оставил. Как ты меня нашла? Да я не понял. Я не понимаю. Вообще, откуда у тебя телефон? А я не понимаю, какого фига вообще тут происходит. Ой, ай. Я стащила его вместе с... Вообще, молодец. Она пришла мерить мне давление. А ее халат с отпором в карман специально лег мне на руку. Смотри, аккуратнее. Ты же знаешь, что за это кладут навязки? Что? Да и вообще. Это ведь уголовное преступление. Кража. Да понятно, блин. Ты ведь и так уже столько всего натворила. Убила Мишку. Кстати, почему мы тебя не посадили? Не отправили на принудительное лечение. Признали не... Неуменяемая, прикинь. Вот дураки-то. Я уже два месяца в психической клинике. Да нифига, это два месяца что ли прошло? В психушке. Да дурки. Мне б тоже туда. Тише, Саша, спокойнее. Мне б тоже туда. Я сейчас сам с ума сойду, пока прочитаю до конца. Нам нельзя волноваться. Нам? Нам? Мне каждый день колют уколы. Колют? Может, колят? Такие, что свозят все тело. Выворачивают руки, ноги. Фу. Бегут слюни, выпадают. Господи, мне сейчас самому плохо станет, если я дальше буду читать. Голова как в тумане. Мне то хорошо до истерического хохота, то страшно до панической дрожи. Я не могу подшивелиться. Потому что я привязана к койке. Да, не фартанула. Бедненькая. Я... Да. Рожжет еще. У меня кожа содрана на запястьях. Господи. Если я все это буду от жгутов... Если я все это буду представлять, то я не знаю, что буду... Я, наверное, сам с ума сойду, в психушку отправлюсь, блин. Не переживай, все будет хорошо. Наверное. Наверное. Издеваешься? Действительно. Думаешь, это весело? Нет, что ты, что ты? Это ужасно. А чего ты лыбишься-то? Тебе это хорошо. Существуешь где-то, ни о чем не переживаешь. Действительно. Кстати, где ты существуешь? Секрет. Хотя не важно. Ты существуешь, потому что я этого хочу. И когда я этого хочу? Кто знает. Хватит улыбаться. Действительно. Хватит улыбиться, блин. Чего ты лыбишься? Тебя это раздражает? Да. А меня смешает. Ладно, больше не буду. Как скажешь. Ведь ты же меня создаешь и мной руководишь. Я не могу ослушаться. То-то же. Ну все, договорились. Идиот. И улыбка у тебя идет. Господи. Это спорный вопрос. Господи. Я... Мне кто-то объяснит вообще, что тут происходит? Как можно судить по пикселям на экране? Все, не морочь мне голову. Я написала тебе не просто так. Мне нужна твоя помощь. Помощь? Но в чем? Как я могу тебе помочь? Я ведь даже не существую. Мне надо отсюда сбежать. Как ты думаешь это сделать срочно? Меня... 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 Закулют. Закалывают. Господи. Отпечатки даже сидеть. Что в интернете, что в виртуальном интернете, так сказать. Состояние овощей. Я уже видела таких. Лежат, смотрят в потолок, а в глазах пустота. Оживают только, когда надо пить таблетки. А потом опять их нет. Страсти какие. Ты ведь не хочешь, чтобы это случилось со мной? А мне-то что? Да действительно. Без меня не будет тебя. Ну, это еще не факт. Хочешь проверить? У меня в кармане... Бритвенное лезвие. Я могу вскрыть вены прямо сейчас. За окном ночь. Пока меня найдут, я успею умереть. Или лучше вскрою сонную артерию. Чтобы наверняка... Что такое сонная артерия? Я, блин... Надо было биологию лучше учить, блин, в девятом классе. Кровь будет бить, как из пробитого шланга. Я видела. Господи. Стой, стой. Остановись. Что, страшно? Так тебе и надо. Хоть на секунду почувствуй, что это такое. Ладно, все, хватит. Что ты от меня хочешь? Чтобы я помог тебе сбежать? Да. Ты всегда был таким рассудительным, хладнокровным. Как раз-то мне сейчас... То, что мне... Тьфу. Как раз то, чего мне сейчас не хватает. Хорошо. Блин, я обливал экран весь. Я помогу тебе. Для начала выбросить бритву. Но зачем? Она может мне понадобиться? Как? Нападешь с ней на охрану? Да действительно. Нет. Но я могу поставить лезвие к своей шее. Скажу, что если они меня не выпустят, я пущу кровь. И окажешь им услугу. Думаешь, им нравится с тобой мучиться? Кому им? Врачам. Да действительно. Ну давай, режь себе вены. Проблем меньше. Суицид и тело в мешок. Тело в мешок, помнишь? Как ты тогда Мишку? Кстати, он не является тебе во сне? Совесть-то вообще не мучает. Прекрати. Не напоминай мне об этом. Ты убила его, потом врезала на куски. Мне сейчас самому, блин, тут будет. Мерзость какая. Да согласен, блин. Неужели тебе это не снится? Хватит. Остановись, прошу. Господи, я так громко разговариваю. У меня ощущение, как будто мама сейчас спросит, скажет, что я полный дебил, с кем я тут разговариваю. Я хочу всё забыть. Ты серьёзно? Убить человека, потом забыть об этом? Так не бывает. Звук хрустящих под ножом сухожилий, металлический запах крови. Да господи, какая мерзость. Помнишь? Опять эта падла улыбится. Анонимная, блин. Она была всюду. В кровь, в кровь, в кровь. Ты даже измазала ей своё лицо, когда вытирала пот со лба. Чё? Ух, это была картина. Ну чё ты молчишь? Надеюсь, ты не убила себя? Я вроде аккуратно, нигде не переборщил. Я выбросила лезвие. Умница. Теперь выйди из палаты. Но там же дежурная мисси сестра. Если она меня заметит, то всё пропало. Не заметит. Сколько сейчас времени? Два часа... Короче, без двадцати три часа ночи. Она ушла пить чай. У неё всегда полдник в это время. Зажибись. Точно? Ты уверен? А если... Давай смелее. Доверься мне. Точно? Точно. На посту никого нет. Лишь лампочка горит. В подсобке она, я же говорю. Пьёт чай в пакетиках с лимоном. Блин, аж самому чаю захотелось. Теперь иди к лестнице. Ну что там, почему так долго? Я уже на лестнице. Тут темнота, ничего не видно. Даже аварийное освещение не работает. У тебя в руках телефон, Саша. Можешь подсветить им? А, точно. Вот какая дура, а. Сейчас спускайся вниз. Только не навернись там. Да действительно. Хорошо, иду. Смотри под ноги. Пожалуйста, аккуратнее. Всё в порядке? Почему так долго? Я спустилась. Нихера себе долго. Уже некуда. Ниже некуда. Куда спустилась? В жопу самую. Я не знаю, похоже в подвал. Зачем в подвал? Так ты ничего не говорил. Ого. А что это здесь? Не ходи туда. Там смерть. Поднимайся на первый этаж. Почему? Тут так интересно. Тёмные длинные коридоры, по бокам двери. Они наполовину прозрачные. Стекло или какой-то... Или какой-то... Углепластик. Угольный пластик, типа? Не подходи к ним. Возвращайся назад. Там люди. Они смотрят на меня. Ммм, мы тебя сожрём. Все. Все. Они припали к стёклам и смотрят. Смотрят, не отрываясь. Да ладно. Я сказал, уходи. У них такой жалостливый взгляд. Один из них поднял руку и делает круговое движение пальцами. Круговое движение пальцами. Я поняла. Он хочет, чтобы я его выпустила. Не делай этого. А сейчас она дура выпустит. Я так чувствую. Ты в своём уме? Чёрт. Ты нас погубишь. Он такой безобидный. Прижался лбом к стеклу и провёл по нему ладонью. Это мне, знаете, что напоминает? Это напоминает мне ролку с моим братом Адамом, где типа Дэймон, если его как бы уронить, то он начинает жалостливо сковчать. Вот у нас был такой момент. Это, конечно, было, по-моему, несколько недель назад, и там такая фигня была, да. Ой, это было что-то с чем-то. Мы, конечно, до сих пор рулим, но не так уж много, как раньше, потому что у него школа, я дома, блин, сижу, потому что я ещё на карантине. Я пошла открывать. Нет, стой! Саша, остановись! Саша! Почему ты молчишь? Ты жива там? Нет, она сдохла. Подожди, я отдышусь. Её там шо, восхищали и заселывали в какие только можно? Что случилось? Надеюсь, ты его не выпустила. Я хотела. Но когда подошла, она начала включать, кидаться на дверь. Вот это точно очень похоже на биться головой по стеклу. Вот это точно очень похоже на нашу руку с Адамом. Очень-очень. В глазах было столько ярости. Безумно звериной ярости. Я вернулась на лестницу. Молодец. Сижу на ступеньках. Слава богу, ты этого не сделала. Ты пытался меня отговорить. Беспокоишься обо мне. Спасибо. Потом отблагодаришь. Опять лыбишься. Обязательно. Хватит лыбиться, блин. Вы шо, не понимаете, в каком-нибудь дерьме? Какое дерьмо, что? Только каменьком и конфетами не надо. Почему? Потом поймешь. Кто они такие? Почему они заперты? F20, F29. Что? Кто это, блин, такие? Я не понимаю. Тяжело оформленный шизофрени с агрессивным течением. Ого. Даже я сам ничего не понимаю. Они вообще излечимы? Психически забывали неизлечимы в принципе. Все эти таблетки, уколы, лекарства, лишь заглушать сознание, которое и так не здраво. Вся психическая служба нашей страны один большой театр. Врачи делают вид, что лечат. Вот гандоны, а? Я их порубал бы на мясо. Правительство делает вид, что держит все под контролем. Да, блин, я бы всех реально там загандошил. Гражданские делают вид, что ничего не знают. Да хватит делать вид, блин, ты что делаешь вид? А вы, больные, играете в театре главную роль. Но вы даже не марионетки. Вас не дергают за ниточки. Вас ими обвязали. А что это Саша молчит? А, вот. Что же мне делать? Слушай меня. Ты же хочешь сбежать? Да. Больше всего на свете. Тогда поднимайся на первый этаж. Хорошо. Иду. Слушай, здесь горит свет. Это нормально, не бойся. Тебя никто не тронет. Куда мне теперь? Иди налево, не сворачивай. Видишь две деревянные лавочки, рядом с ними дверь? Да. Блин, мне реально интересно, что дальше. Подойди к ней. На ней табличка. Читай. Шепару Леонид Яковлевич, господи. Что за имя дебильное? А, нет, не имя, это фамилия. Кандидат медицинских наук. Врач высшей квалификационной категории. Сколько я уже? Ники, га, почти полчаса почти читаю. Серьезно, так много? Да ну нафиг вас. Главный врач государственной клинической психологической больницы номер 3. Подожди, я сейчас выйду. Откуда ты выйдешь? Только телефон на зарядку поставлю, всю батарейку с тобой посадил. Тьфа, лошара, блин. О, господи. Ёб твою мать. Я ж пересрался. Немного. Ой, ну ладно, думаю, на этом можно закончить. С вами был Антивойнис Минк. Подписывайтесь, сценивайте, комментируйте. Всем удачи, всем пока. Это, конечно, было очень интересно, но... Я не думаю, что стоит сейчас продолжать, потому что у меня может закончиться память. Блин, я сам в шоке, что я только две истории прочитал. Только две истории прочитал, а уже 25 минут заняло. Да ну нафиг. Короче. Всем удачи, всем пока. Продолжим следующую серию. Если вам, конечно, это понравится.